Сегодня дополнительно поговорим о достижении целей. Вы знаете, люди зачастую не держат в голове главную цель. Либо держат неправильную цель в голове. Например, есть очень важные ошибки, за которые плата очень века. Не в деньгах, а во времени. Я об одной такой ошибке расскажу. А потом мы поговорим о правильной постановке целей. Ведя школу раньше еще, да, с 2009 по 2013 год, я делал маркетинговый портал. Ну, что значит делал? Изучал себя потихоньку Python. Писал тогда сам портал в основном за деньги. Потрачено было около 30 тысяч евро. Да, большие деньги. Какая же цель стояла в голове? Неправильная. А цель была сделать проект. И мы с другом делали сами маркетинг. То есть все высчитывали, расписывали. За это время я изучил ПХП, научился работать с базами. В конце концов, проект стал настолько сложным. Тогда я еще слабо был знаком с Жанго, не обращал на это внимания. Например, для того, чтобы... То есть одни брались, бросали. Вторые брались, бросали, не понимали. Потому что написать многоуровневый маркетинг довольно сложно. Надо было с тестами, с 7. А проект хотелось запустить. И получилось, что за то, чтобы только запустить проект, брошенный тогда, заплатили 5 тысяч долларов. С маркетингом возились несколько лет. Чтобы все било. Чтобы... Ой, это такой ужас был. В конце концов, он начал приносить около 2 тысяч долларов в месяц. Но, если честно сказать, каждый месяц подсчет для меня был сердечной болью. То... Не хватало ресурсов сервера. Грубо говоря, вот в тот момент я понял Жанго. И когда я сравнил и для себя ответил, что, боже мой, я бы этот проект на Жанго 1 написал, не затратил бы денег, не затратил бы времени столько. Вот тогда до меня дошло. И... Я понял тогда, самое страшное. Была поставлена неправильная цель изначально сделать проект. Я знаю, что многие из вас в принципе ставят вот эти цели ошибочные. сделать сайт, сделать блог. А знаете, какую цель я ставил в школе, когда начинал уже? Правильную. Почему правильную? Я поставил цель научить, помочь людям научиться программировать и продать знания. Совсем все по-другому пошло. Почему? Потому что цель изначально за собой тянет все вопросы. Проблемы две. большинство людей вообще не ставят цели. Нет. У них цели, грубо говоря, размыты. О, научусь программировать, буду зарабатывать. Изучу Python, заработаю. Начну писать, будет хорошо. Туманно, да? Туманно. Что потом происходит? Человек начинает разбираться в коде, понимая, что в Python тысячи библиотек, и он уже сел и думает, а вообще, что я здесь делаю? Что я хотел? Я уже сам не знаю, чего я хочу. Куда идти? Зачем? Как? Ага. Вот оно. Ну что ж, теряем, как бы в Сыновске пять лет жизни. Ну, к счастью, деньги вы не теряете такие. Насчет денег. Я к ним спокойно отношусь. У меня к 2013 году я вообще охладил к маркетингу, если честно сказать. К нему относятся, к этому времени люди по-разному относиться. Кто-то уже вообще считал маркетинг, что это вранье, да, ну, как-то надоело мне сейчас сказать. Наконец-то, в 2013 году, я помню этот момент, мы вышли с женой, и я ей говорю, Свет, я закрываю проект. мы останемся без денег. Но это будет ненадолго. Я займусь языком, и деньги будут. Деньги действительно появились через два месяца. когда родился про 365.net. Ну, я не буду рассказывать, как, что, в принципе, в продажах мы проходим. Дело не в этом. Поговорим все-таки о целях. Итак, первая категория людей, просто они вообще не ставят цели. или, я бы сказал, ставят туманные цели. Потом, когда начинается изучение программирования, отсутствие целей ни к чему не ведет. Человек, как правило, забрасывает, потому что в конце концов та цель разбивается, и он не знает зачем. по крайней мере, я бы что сегодня посоветовал. Важно правильно поставить цель. Правильно поставить ее в школе. Потому что школа построена уже таким образом по шагам, что по сути дела, когда вы идете по плану, то есть сам план обучения, он уже есть. Вам не надо его придумывать, но вам обязательно нужно ответить на вопрос, а зачем мне это? Здесь есть два подхода. Подход номер один. Как правило, большинство людей говорит, ну, вот я хочу сделать то-то, 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 но я просто понимаю, что человек наверное хочет научиться делать что-то, да, но на самом деле он просто пока не знает возможности языка. Поэтому правильное, если он приходит и говорит, вот я хочу сделать игру, то правильнее было бы сказать, что тяга создавать игры привела его в Python. Завтра ему понравилось Django, он пошел уже вообще в Django, а кому-то Android пошел в Android. это нормально. Есть второй подход, четкое понимание чего человек хочет, когда у него есть конкретный проект, конкретный сайт, который он хочет сделать. Но опять мы не ответили на главный вопрос, какова же вообще глобальная цель. Вот есть ли в школе глобальная цель, и какова глобальная цель, которую можно поставить, даже если не знаешь, что делать. Есть цель, ребята, зарабатывать. Есть цель, это помогать другим людям и зарабатывать. Все. Тогда вы не проиграете. находясь в школе, школа дает возможности соединить в себя несколько вещей. Пока несколько, скоро, наверное, будет шире. Это изучение Python с нуля. Это общение с другими людьми по тем или иным вопросам. это изучение Django, изучение Android. Потихонечку прибавляется и начинает работать или уже начало работать, смотря когда вы слушаете это аудио. Это объектно ориентированное программирование глубокое, ну и другие библиотеки, которые подбавляются, подбавляются потиху, потиху, потиху. В конце концов у школы есть глобальная цель. Глобальная цель заключается в том, чтобы подготовить участника к рынку, чтобы участник мог делать продукты согласно времени, при этом заметьте, я не указываю, что это Android приложение, сайт, либо робот, который там сам ходит, обходит препятствия. Я говорю подготовить к рынку и продать продукт. Вот. Но всегда в основе этого лежит помощь с другим. Человек всегда, вообще-то, что бы он не покупал, он покупает, чтобы решить какие-то свои вопросы. То, что ему поможет. Например, мы покупаем кастрюлю, чтобы сварить с ней еду. Мы покупаем микроволновку, чтобы подогреть. Мы покупаем удочку, чтобы половить рыбу, отдохнуть. и получается магазин, который нам это продал, нам помог. У многих довольно сильно размыто и нет понимания, что интернет это информация. Нет, в принципе есть. Но как работать с информацией нет. Часто говорю, говорил на вопрос 365.net что помощь другим это и есть деньги в интернете. То есть по сути дела помощь в усвоении информации. Информационный продукт такой как сайт, информационная программа, которая несет некую полезную вещь. Но как правило в школе до этих продуктов нам нужно дойти. И люди опять упускают два простых момента. Умение продавать, умение ставить цели. Это просто действительно, потому что если человек не терял время, не жалел, понимал, вот как я сидел и понимаю, что пять лет долбил четыре, почти пять, но не та цель была, не та. А вот потом поставил правильно и все пошло по-другому. Просто не было горьких разочарований, да? Может они нужны, а может не нужны. Поэтому, наверное, не лишним будет все-таки вот это все проговорить, что все-таки цель должна быть в голове. в голове. Главная цель. Нельзя выпускать ее с головы вообще. Нельзя выпускать из виду. и цель она должна достигаться постоянно, поэтапно, пока не будет достигнута. Потому что, если, допустим, человек пришел, ой, научусь программировать быстро за три месяца. А какая разница? За три, за год, за пять. Важно то научиться кому-то быстрее, кому-то медленнее. Кто-то попробовал, покопался два месяца. Оказывается, это работа обычная, да? Такая же самая, как все остальные. И понял, нет, не буду учиться. То есть оставил цель. Плохо, хорошо? Не знаю. Знаю, что хорошо. Хорошо точно. Име компьютер. Работать в любом месте. Жить где хочешь. Вставать во сколько хочешь. Покупать продукты. Да, я не миллионер, но на жизнь мне хватает. мне сегодня не интересно не интересно рассказывать, вот в той школе я рассказывал, какими могут быть успешные люди. вы знаете, получалось, как бы, знаете, вытягивание, да, тянешь человека, которому это не нужно. Сегодня в этой школе хочешь занимайся, хочешь не занимайся, это дело личное. Зачем пришел человек? кому-то интересно, у кого-то цели профессиональные. Кто-то посмотреть, кто-то попробовать, кто-то серьезно. Я для себя ставлю цель такую вот школу. Зачем я какие-то аудиоуроки провожу? Наверное, я имею на это право, потому что я работаю на себя уже 15 лет, и вот с 2007 года, вот как у меня появились деньги, они всегда есть. То есть я внутри понимаю себя, что я умею зарабатывать. И мне сейчас это хочется передать другим. Конечно же основа программирования, но всегда есть незакрытый вопрос, зачем для чего. Это конечно должно решить каждый. И наверное все-таки стоило предостеречь, что неправильная поставленная цель, то есть грубо говоря, вы придете куда идете. да? А может надо свернуть и пойти туда, куда надо? Потому что если мы сейчас приставим буду программировать, начну зарабатывать, как-то не вяжется. Буду программировать, это грубо говоря, хочу есть. так можно картошку принести, поднос подсунуть сырую, и травы там нарвать, слуга накосить. Вот это хочу вид, ну наешь, вот тебе восики. Ага, вот тут начинаются уже другие цели. Например, а я-то хочу есть торт и торт в сказку. Ха, так ты это не говорил, ты говорил хочу есть, а сейчас ты говоришь сказка. А че ж ты мне пять лет триндел, что ты хочешь есть просто, я тебе приношу васильки, щавель, заячью капусту, шишки. Ты ж не сказал, что торт, а чтоб торт сказка, это надо сначала купить. Если нет денег, дело самому. Для этого надо смешать муку и так далее, и так далее. Это другие цели уже. Если б ты сказал, что моя задача питаться правильно, продукты вот такие, 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 хочу, блюда такие, 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 посмотришь ты, и было по-другому. Примерно то же самое происходит и здесь. У человека выучу пайтон, буду зарабатывать. Стоп, ребят, выучу пайтон, это вообще-то средство. Язык это средство. При помощи пайтон будет делаться какой-то продукт. Если вы куплю инструменты, буду чинить машины. Будешь, когда научишься хотя бы отличать карбюратор от инжектора. Свечу от форсунки. Ага, уловили, я надеюсь, да? Значит, пайтон это средство. И нельзя купить ключи от автомобиля обычные и поставить равно буду профессионально чинить автомобиль. Здесь надо по-другому. Я хочу профессионально чинить автомобили, средство у меня, ключи, чтобы открутить форсунку ключом, а не руками. Тогда цель правильная. Действительно будешь чинить. Я всегда говорю, знаете, объяснять это довольно сложно, потому что не слышат. И вы, возможно, сейчас не слышите. Да, нет, вы слышите, но воспринимаете со своим смыслом, либо послушали, грубо говоря, ты себя так пизди-пизди, а мы послушаем. Как говорится, я-то буду говорить, но я уже потерял много лет и денег много. И вот, понимаете, до меня дошло, а до вас, вот, вот эта мысль, да, правильности постановки цели, дошла ли. На что вы вбухаете, вот сейчас задайте себе вопрос, я не думаю, что вам будет, вот сейчас все равно. о чем вы думали, на что вы вбухали в последних полгода. Куда вы потратите или инвестируете, да, следующих два-три года, какая цель? Вы можете сейчас сформулировать, четко сформулировать, вы ее потом найдете? неправильно это, неправильно. Так, с языком разобрали, что это средство. Запомните, в интернет есть информация, ваша основная задача принести в семью деньги. Это основная задача. Поэтому чем бы вы не занимались, возможно, вы будете писать робота, возможно, вы будете писать программирование для Android, возможно, вы будете писать сайт. Есть ли разница, все это будет продаваться или нет? То есть, изначально надо делать продукт, чтобы продать. Продать важнее, чем сделать. ведь об этом говорят по телевизору, что у предприятий, если привести такой пример, забиты зачастую склады продукции. Произвести произвели, а продать не получается. продажа продажа как-то связана с целью, по крайней мере, это должно быть вбито в голову, это должно быть по крайней мере в поле зрения. и наверное, когда вы знаете, что вопросы со стороны продаж проекту ставить на уровне проектирования, это одно, на уровне готового проекта, другое, когда уже надо все переписывать. Может в этом есть разница? Как не крутите, запомните главное, почему вот я спокойно с вами сегодня разговариваю, я сейчас запишу это аудио, пойду кофе сделаю, потому что вы за этот контент заплатили деньги, плюс у меня есть еще консультации людям по продаже, плюс еще есть несколько доходов, в конце концов собирается неплохая сумма, не буду я рассказывать о доходах, это не так интересно. Так вот, а помните я говорил, что цель школы помочь? Я то свою цель выполняю, я стараюсь помочь, ну согласитесь, это действительно стиль, да, я не считаю, что это бизнес, какой же это бизнес, написать 8 суток видео и там продать за полторы тысячи, там за две, да, ну это смешно, согласитесь, но если продать бы курсы школы по их цене, грубо говоря, это годовая зарплата хорошего чиновника, тоже нет смысла, наверное, все-таки дело не в том, чтобы продать у меня больше, а дело в том, чтобы это сделать доступно, чтобы действительно помочь, поэтому я свою часть выполняю, но я не могу выполнить вашу часть, я не могу за вас запланировать продажи, я не могу за вас подумать над целью, я не могу за вас понять правильно ли моя цель, то есть ваша, или неправильно, что вы себя придумали, что вы будете научиться программировать и будете зарабатывать, грубо говоря, как я говорил например, купите инструменты и вот уже вы чините Мерседес и завтра уже поехали на своем Мерседесе, потому что вы хороший мастер пришли, тыкнули пальцем и все работа пошла ребят знаете, что я точно знаю я точно знаю что каждый из вас очень талантлив каждый из вас может свернуть горы только вехи надо расставить вот задача школы помочь человеку найти себя нет, 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 ни в коем случае не только там вот, вот Босановский пришел и поможет да, многим я помогаю, именно личным примером они мне пишут и за это благодарят, что постоянно уроки, то есть идет какой-то процесс правильно, это суть она втягивает человека человек как бы уже это общение помогайте друг другу пишите о школе не о самой школе не надо писать о самой пишите о себе это и есть обучение продажам создавайте себя в интернет посредством обычной истории начните с этого изучая курс по продажам мы научимся задавать вопросы к приложениям программному обеспечению страны продаж ведь суть системы продавашка это вложить в контент потребности которые интересны человеку каждый из вас приходя на портал прежде чем заплатить деньги нашел для себя что-то интересное сказал да мне это интересно я бы хотел сэкономить время изучать тем более здесь есть ребята и другие ребята лет пять назад я бы этим не занялся потому что в принципе почему я решил заняться во-первых я устал от маркетинга устал от тупого делания денег возможно кто-то этим не насытился хочет быстрее сделать проект заработать деньги второй момент я четко понимаю чего я хочу я точно знаю куда я иду но у меня тоже есть очень четкий очень четкий показатель знаете вот у меня есть понимание правильного и неправильного как только я вот сижу и думаю вот это я знаю вот это я знаю все ребята я понимаю что что-то не то я не то делаю а вот как только у меня появляется сомнение а что сейчас дать ООП или в продажах написать курс я понимаю вот вот момент вот теперь все будет работать я думаю всегда не знаю как у вас но у меня всегда идет балансировка то есть я понимаю что я хочу сделать глобально да для школы поставить на ноги человека чтобы он приносил деньги в семью но маленькие шажки я четко не знаю то есть это как бы похоже на продвижение автомобиля в темноте когда фары вырывают очередной кусок и видна дорога отлично да но глобально мы едем в том направлении которым нужен то есть пайта надо изучить надо но например сначала надо изучить пайта потом поработать джанго с киви потом уже вот логично дать классы посерьезней да подробнее тогда они будут понятны поэтому вот у меня вот такой вот внутри как это называется компас да я четко понимаю когда я правильно действую все я четко знаю вот если у меня где-то появились сомнения я начинаю думать и задавать вопросы правильные да в этой ситуации потому что когда четко понятно вот что сейчас надо сделать сейчас надо сделать дать ООП или это если ООП то что дать и к чему это будет привязано к тому к тому к тому да складывается то есть понимаете возможно вы когда-то к этому придете я думаю что это было правильно то есть идет продвижение если кто-то думает наверное долгое уже аудио но если кто-то думает что можно посмотреть курс научиться продавать нет нельзя что если кто-то думает что надо изучить несколько правил чтобы продавать ничего не получится нет но работает как правило вот человек делает там я учу думать ребят это совершенно разные вещи при этом я не говорю что вот ты-ты-ты-ты все будете зарабатывать это зависит не от меня мое дело рассказать ваше дело принять мою систему или не принять а кроме того что принять делать поэтому я говорю ваша цель создать продукт и продать сегодня в школе вы изучаете Python изучаете кто-то Django кто-то Android кто-то еще какие-то библиотеки но есть ли у вас цель их продать этот продукт если нет то срочно его включайте то есть доступ на pro365.ru у вас просто обязан быть это моя рекомендация потому что эту систему я делаю для вас я это знаю тем более я как-то писал что инициатор этого вообще-то жена потому что я вообще не собирался вести систему продаж сначала так как устал я от школы от 2009 по 13 а на самом деле то действительно а 15 лет жизни куда-то выкинуть поэтому жена говорит знания эти нужны по сути дела это тебя будет отличать от всех других ну наверное она и права поэтому ребят если вот вы меня услышали систему продаж я веду не для того чтобы сказать вот это вот сделай и ты будешь продавать я хочу чтобы у вас в душе внутри кому как понять появился некий компас который обязательно проявится у вас если вы будете следовать правилам потому что ну когда есть закон допустим покупает тот кто возвращается понятно в сам закон заложен уже заложены правильные вопросы поэтому логика выстраивается моментально итак применение закона начинаем думать я делаю проект первая моя задача чтобы на проект пришли люди захотели вернуться дальше как только я вооружился этим законом мне легко работать и вот тут включается компас ребят вот он включился вот 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 почему почему он включается извините может я излишне эмоционален но это просто важно донести включается компас так мне надо 30% возврата что мне разместить видео нет видео не пойдет может аудио может быть сделать переход вот страничку где человек будет что-то делать понимаете вот пошла работа мысль где здесь нет кнопки какой-то есть но есть принцип я четко понимаю моя цель в проекте чтобы человек вернулся а теперь отмотаем назад 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 и думаем а ведь если бы я этот вопрос себе задал перед началом проекта например обработка деревьев и я бы сидел и думал да вот перед тем как создавать базы данных и если я сам не знаю то пригласил бы человек который заказал мне сайт и спросил бы у него а вот что есть что есть главное которое заинтересует любого человека который хочет обрабатывать деревья он говорит главное вот это как вы считаете я тогда вкладываю в базы именно дизайн что мне именно это надо вкладываю ли формы а что я буду заполнять это будет или описание да да и да и теперь попробуйте мне сказать сначала я сделаю проект потом буду продавать поэтому я и говорю не будет работать сначала надо изучить закон покупает то кто возвращается вот потом начнут исходя из этих знаний вы сами начнете задавать вопросы и вот тогда вот именно включится то состояние да продажа в интернет это состояние ума состояние ума состояние которое имеет постоянные вопросы может это можно назвать сомнениями не знаю не то что я сомневаюсь я там вы будете сомневаться у вас будет всегда вопрос выбора да то есть вы будете думать опираться на цифры ну например вы понимаете вам надо возврат 40% это цифра но что возвратить статья видео иногда одну фразу меняешь потому что вот для этого есть второй закон малоизменения большой результат о чем мы говорим все дело пошло найден шаблон определенный там страницы бомби на всем сайте пошло работать при этом все кругом ходят говорят ой у нас мы сай столько денег вложили а там он работает включается этот компас на самом деле он включается когда мы изначально делая проект ставим вопросы и потом когда делаем включается вот этот вот механизм а он просто работает вот когда ты делаешь приходят идеи каждый из вас это знает согласитесь когда делаете приходят идеи раз второе эти идеи вы можете предварить жизнь сразу вы же программист третье и вы понимаете что это правильно потому что это к месту но тогда на вопрос а какие же идеи к нам придут а это должен быть поставлен вопрос со стороны продаж потому что мы делаем чтобы продать и тогда получается бац сделал сайт работает идет дальше просто догонка но именно вот этот компас как только вы знаете как все сделать все считаете сайт загублен но когда у вас есть возможность вот этого задавать вопросы к своему проекту к себе и у вас включается вот этот внутри компас а что сделать вот это вот это или вот это то есть у вас появляется выбор и вот это первое второе третье вы к первому поставите второму третьему в конце концов начнете проверять посмотрите по процентам но в конце концов в любом случае у вас появляется выбор и вы задаете вопрос В плане продаж Тогда все становится на свои места Ваш проект работает Код Код это инструмент Остается кодом Основная причина Продать продукт Сегодня это сайт Завтра это мобильное приложение Послезавтра это Робот Но Везде один и тот же принцип Вы хотите Чтобы люди оценили вашу работу И заплатили за это деньги Это поможет им А решая их проблемы Вы решите свои финансовые Вполне нормально Это формула именно работы Не знаю Услышали вы меня Не услышали Может нудно рассказывал Ну просто вот такое настроение Хотелось рассказать Хотелось донести Поэтому Что делать Вот такая рекомендация Помните две простые вещи Правильно ставить цель Второе Изучение продаж Обязательно Вы не хотите в моей школе изучать Хотя я практик Изучайте в другой Но продажи надо изучать Однозначно И работайте с несколькими системами Программировать Это должно быть Джангл Либо Андроид Либо там Андроид И ПКТ Ну всегда Очень классно идет Веб И еще что-то Тогда все будет По полочкам Вот и все Что я хотел рассказать Надеюсь Это вам поможет Поможет Научиться Инвестировать Время В себя А это Самое главное Я очень хочу Чтобы ваша семья Улыбалась Именно Говорила Да Мой муж Или там Моя жена молодец Принесла деньги Из этой вот Паутины Всемирной Я верю Что это реально И у вас это получится У меня же получается Но ведь я